Приветствую вас на моем канале. В этом видео давайте познакомимся с мини паяльным феном от компании Kaivitz. Приходят вот в такой вот коробке. Внешний вид, описание, максимальная мощность 450 Вт. Не предусмотрена плавная регулировка, что несколько ограничивает его применение. Но если вам требуется паяльный фен и нет нормальной паяльной станции, где температура регулируется, то думаю, что эта штука сможет выручить. Итак, здесь у нас фен. Вот такая вот насадка. Тип вилки, цвет, модель. Температура два режима, 250 градусов и 450 градусов заявленные. При этом объем воздуха, выходящий будет 300 литров в минуту и 500 литров в минуту. Напряжение питания, кстати, здесь нигде не указывается. Указана частота и максимальная мощность. Открываем. Здесь у нас такая вот насадка. Краткая инструкция на нескольких языках. Три года гарантии дается. В зависимости от того, при заказе, какую вилку вы выбираете, на такое напряжение вам придет. Либо 110, либо 220 Вольт. Вес 0,3 кг. Безопасность. Подождите, пока остынет и прочее. При включении. Шум мотора будет говорить о том, что прибор включен. Такая вот индикация работы. Так, ну и краткие рекомендации. Все. Вот такая вот штука. Здесь у нас держатель. Стойка. Такое сопло. Довольно большого диаметра. Сколько там? Где-то 27, наверное, миллиметров. Вот эта штука при необходимости надевается своими пружинящими контактами. Вот таким образом. И получается, что воздушный поток фокусируется в этой области. Здесь все аккуратненько прилизано. Ничего такого, к чему можно придраться, не наблюдаю. Кайбет напряжение 220 Вольт. Максимальная мощность 450 Ватт. Здесь орган управления. Это единственная кнопка. Нейтральное положение. Первая мощность и вторая мощность. Здесь вентиляционные отверстия, которые не просто насквозь, а есть некоторая форма. То есть перегородка и там куда-то дальше идут отверстия. И вот такой вот кабель. Нормальный. 450 Ватт потянет без проблем. И перед включением давайте подготовим термопару. Замеряем температуру. ТЭКС. Нейтральное положение. Включаем в розетку. И включаем первый режим. Пробуем. Есть легкая вибрация. Шум не такой уж и большой. Немного странный звук вентилятора. Замеряем температуру на выходе. Примерно в сантиметре от сопла. Для измерения температуры поставим эту насадку. Примерно в сантиметре от сопла. Неравномерная по точкам на против сопла. Максимальная температура там была около 300 градусов. И пробуем включить вторую скорость. Здесь уже посильнее дует. Ну как пен обычный для волос. Судя по звуку. Пытаюсь найти самую горячую точку. Вот видим слева. Вроде как напротив сопла. Но вот здесь вот не цепляет. Всего 160 градусов. Центр. Где-то 280. Если вправо сместить, то где-то здесь скорее всего будет. Максимальная температура где-то порядка 400 градусов. Минус сразу данной конструкции в том, что она сразу выключается. Если мы работали на максимальной температуре, когда у нас спираль раскалена, то сразу выключать не рекомендуется. Иначе спираль может быстро прийти в негонность. Ну там провиснуть и прочие неудобства. Попробуем это решить. То есть поэтому перед выключением лучше перейти сначала в режим 1, чтобы он поработал некоторое время, хотя бы немного остыл и затем его выключать. Ну таким образом. За время, что работал, измерял температуру, здесь никакого нагрева я не ощущаю. Здесь маленько есть нагрев. Тут дальше вот все холодное. Хотелось бы в идеале, конечно, одинаковой температуре по всей зоне, куда попадает сопло, по всей его рабочему диаметру. Но даже у паяльных станций, во всяком случае с которыми я имел дело, такой функции нет. То есть всегда поток воздуха нагретого у него неравномерный. Давайте быстренько проверим ее, к примеру, с термоусадкой и попробуем распаять какую-нибудь платку. По весу, то что было написано, 300 грамм нормально в руках. Особой тяжести не ощущается. То есть минут 10-15 поработать спокойно можно будет. Ну в смысле вот так вот на весу, если применительно к работе с печатными платами. Так, включаем первый режим. Уже разогрелся, уже плавит, осаждает. Усаживает термоусадку. Поток воздуха довольно приличный. Регулировка бы, наверное, не помешала. Потому что если здесь смотреть на максимальной мощности, то радиодетали с платы все-таки он будет сдувать. Так, это у нас первый режим. Заявленная температура там сколько? 250. У меня в максимальной точке было при измерении где-то порядка 300. Подходит для задач типа усадить термоусадку. Предварительный прогрев печатной платы. Нижний подогрев, когда вы сверху выпаиваете, например. Ну и тому подобное. Так, что положить не знаю. Давайте пусть будет вот так вот. Такая платка. И на нее мы покинем СМД резистор. Распаять у меня сейчас вроде бы нечего. Так, допустим, мы хотим его сюда поставить. В реальности я обычно как делаю. Заложиваю плату. В нужной точке наношу паяльную пасту. Расставляю компоненты. Сверху фитом обдуваю. Паста расплавляется. И компоненты надежно припаиваются. Главное равномерно постепенно нагреть и охладить. Флюсы маленько нанесу, потому что в паяльной пасте флюс есть. Так, попробуем на первой. Разогреет он или нет. И видим, что резистор уже сдувается. Это не самая большая скорость вентилятора. Если используется паяльная паста, то она немного удерживает компоненты. Но все равно есть риск, что все улетит. Да, есть, расплавляется припой. То есть первой скорости уже достаточно для пайки. Ну так неохотно, видимо, маловато. Давайте попробуем, что будет на второй скорости. Здесь уже видно, вот красным цветом, что спираль раскалена. Припой расплавим, все нормально. Ну, без проблем. Остужаю фен. Готово. То есть распаивать платы, снимать с них детали, демонтаж, можно делать однозначно. Насчет монтажа, если приноровиться, то тоже без особых проблем. Ну и давайте, пожалуй, попробуем ее разобрать, чтобы сделать накачательные выводы. То есть электроники там, скорее всего, нет. Просто спирали накаливания. И через них запитывается вентилятор. Если так, то, в принципе, можно подумать и сделать регулятор. Температуры нет, наверное, поскольку придется туда как-то датчик размещать. Не очень удобно. А вот без обратной связи, без контроля температуры. Регулировку мощности. И что очень полезно, правильное выключение. А, хотя там через спирали вентилятор запитывается. То есть в идеале нужно обесточить спирали, но чтобы вентилятор еще работал некоторое время. Там, ну, хотя бы секунд 10-15. И затем уже полное выключение. Вот здесь на направляющих. То есть он вставляется и поворачивается, и фиксируется таким образом. И можем открыть. Так. Здесь наблюдаем. Кнопка в одном положении напрямую через сеть, в другом положении через диод. Таким образом, половина волны срезается и мощность уменьшается. Здесь вентилятор щеточный. На плате у него 4 диода. Ну и скорее всего он вольт там, не знаю, на 12-24. Не сильно большой, может на 36. Так, и здесь вот целиком, ну, вытаскивать не буду. Трубка идет внутри на изолирующей подложке намотана спираль. И выходит 4 провода. Два провода черные идут напрямую на моторчик. И два провода идут сюда на питание. Ну, таким вот образом. Моторчик давайте попробуем. Так, на источнике 12 вольт подаю напрямую на контакты мотора. Так-то направление, надеюсь, не сильно имеет значение. Да. И вот он вращается потихонечку. Это при 12 вольтах. Ток. Ой. Что-то не то. Диод-то глушит или что? А, да. Диодный мост мне просаживал. Источник, он защиту уходил и где-то 2 вольта приходило на мотор. То есть ставлю напряжение питания 5 вольт. И вот такой шум. Но сейчас он открытый, поэтому шумит потише. Когда закрытый, то воздух проходит через эти воздухозаборники. И получаем шум большего уровня. Попробую поднять. 8 вольт. И уже по звуку он крутится где-то около своих максимальных оборотов. Больше экспериментировать не буду. То есть моторчик постоянного тока максимум на 12 вольт. И таким образом получаем, что в принципе можно сделать электронику для управления данным феном, чтобы расширить его функционал. Регулировать мощность и регулировать скорость воздушного потока. Вывести с моторчика два провода просто сюда и контролировать их микроконтроллером. Размещать термодатчик. Ну каким-то образом можно тут разобрать, провести, что-то сделать. Ну это при очень большом желании. Я такое делать не буду. Ну такое вот устройство. Что-то среднее между паяльным феном и строительным. Описание давайте посмотрим на Амазоне. В магазине Кайвиц. На Алиэкспресс не всегда он есть в наличии. На выбор два цвета. Розовый и красный. И стоимость порядка 20 долларов. Это мы получаем чуть менее 2000 рублей. То есть дешевые паяльные станции с набором паяльник плюс паяльный фен, цивилировка температуры, скорости потока и прочее. Не факт, что хорошего качества. Сейчас стоит наверное порядка 4-5 тысяч рублей. Аккуратный корпус, приятно лежит в руке. Небольшой вес. Минус то, что не регулируется температура. Не регулируется воздушный поток. Но это если рассматривать именно как фен для работы с печатными платами. Так что цена я бы сказал ну плюс-минус нормальная. У меня к сожалению дома сейчас нету паяльного фена. Поэтому надеюсь, что данное изделие будет мне хорошим помощником. Но еще раз давайте как итог. Я на протяжении всего видео рассматривал данное устройство именно в качестве паяльного фена. Чем он не является. Его можно использовать для этих целей. Но осторожно и не совсем чтобы удобно. По сути этот прибор является все-таки мини-версией строительного фена. Поэтому цель направленно для работы с печатными платами данное устройство я не рекомендую. Если вы понимаете зачем он вам нужен. Именно как строительный фен. И в случае чего как паяльный. То тогда неплохое компактное решение. Продолжение следует...